Хей, всем привет дорогие друзья, с вами Шакрула Коберов и вы находитесь на канале АРОВРЭДИКС Сейчас я представляю вам подсказать игру, которая называется Дэйр Сурвилл Ну как лично, ну лично у меня я наз... ну как я у меня она... ну как Дэйр Сурвилл это игра сложная? Потому что много всего не может открыться, и поэтому я скачал Дэйр Премиум, конечно его придется задонатить Но лично я вам советую Сурвилл все таки открыть, где она весит 87 мегабайтов, это игра от разработчиков Тилт Геймс Здесь игра, конечно, представляет собой постапокалипсический жанр, где наш данный персонаж, вот он Вот он выживает в почти ядерной СССР, вот видите? Огромная карта России и всех его мест Вот тут, конечно, очень много мест, но все-таки есть возможность просто выживать Конечно, если хотите Премиум скачать, то лучше скачать это через Хром Вот тут также есть питомец Ворон У меня до четвертого уровня, но чтобы... я его можно так и покормить, ну и лечить можно Ну, вот такие вот питомцы, и у них даже открываются новые способности для того, чтобы... Для того, чтобы можно было... чтобы было устранить все битвы в бою Вот такой вот крафт, ну очень большой, богатый, так сказать Ребята, я хочу сразу вам продемонстрировать самые последние предметы, от которых вы можете просто офигеть Самая последняя техника, начнем с тех... хотя какая техника, это уж тут все Вот начнем с последнего дома, это кирпичный дом Вот как вы видите, это очень хороший дом, который может спасти на 100% сопротивление радиации И этого удобства и срока хранения еды тут очень высокое Для него понадобится 50к кирпичей, 50 цемента, стандартный мешок цемента на 25 кг Похоже, что его еще можно использовать 20к дров, 2к стальной гвозди, хотя обычные гвозди достаточно, стальной 200 мм гвозди 10к металлолома, 5к стали и 50к тканей Ну а самый главный инструмент, это верстак Стационарный набор инструментов не подвержен износу Неопаден при любом строительстве Да, это правда Да, это правда Потому что верстак, его невозможно использовать Для этого необходим 48 уровень, для него понадобятся 5 инструментов 1 ножовка Вот инструменты Дрова 50 штук 50 гвоздей Клей или изолента 50 штук И 100 всякого металлолома Так Так Вот, например, обтечки Вот одно из самых, так сказать, вещей, которого тут очень хорошо можно крафтить Это живая вода Крафт, конечно, для него очень большой Ну и вот Одна бочка Одна бочонка 100 мёда Лечебный мазь Антибиотики ИР-190 Хлор... Хлори... Хлористамины Бриокарм Лидиацид-34 Обезбаливающий И метокаин У него свойства, знаете какие? Вот 100% здоровье 100% утоление Жажды голода И 100% бодрости А его эффект – сказочное здоровье. Если у вас есть, конечно, химолаборатория, то из 10 живой воды можно приготовить альфа-целлон. Но он будет на сотом уровне. Сотый уровень – это самый последний, но в чем печальность? Больше нету. Если бы разработчики добавили престижного уровня, больше сотого, это было бы очень круто. Ну, хотя бы новые вещи. Так что вот, когда появилась эта версия, добавили фильтр для воды, после чего кипятить обычную грязную воду стало тяжело. Ну, вот такие вот условия выживания. Самый последний транспорт – это, конечно, КРАС-255. Дает 250 опыта, переносимый вес – 35 тонн. Вот. Этот транспорт очень хороший при перевозке ядерных реакторов. Да, кстати. Кстати, я вам не рассказывал, что… Я вам не рассказывал, что именно вот тут… Сейчас. Вот видите, город Мирный. Мирный. Там, короче, есть Владимир, парень такой. И, короче, он даст вам такое задание, которое называется «Дом на колесах». То есть, для этого нужно сумасшедшие крафт-вещи. То есть, столько вещей, которых вы нигде не найдете. Но если вы, конечно, опытный профессиональный игрок, то вам, конечно, это удастся. Этот транспорт называется «Белаз». Если вы, конечно, знаете, что это за транспорт такой. И для него понадобится, конечно, три части ядерного реактора. А найти их можно в ЧАЭСе. Тут только, так сказать, ЧАЭС только доступен. А чтобы его добыть, для этого вы идете к Владимиру, в город Мирный. И он даст вам карту самой электронной, то есть, атомной электростанции. И там, ну, чтобы получить эти реакторы, придется вам сражаться с тремя радиоактивными медведями. Да-да, так принято. Но, конечно, Беллаз, он это очень, так сказать, хороший предмет, потому что его грузоподъемность, вы представляете, сколько? 200 тонн. И такие статистики можно видеть только на канале «Бронебойщик». Если, конечно, вы его напишете по-английскому. Ну, и вот самая последняя броня – это стальная. Видите, где сколько вещей требуется? Ну, тут много всего можно скрафтить, лишь для самого выживания. Но говорят, что если создать транспорт Беллазу, то игра теперь становится обычной, потому что больше квестов нет. Но, ребята, но, ребята, я хочу вам сказать про транспорт все самое основное. Сейчас мой транспорт – это тележка. И его переносимый вес – это 40 килограмм. Но это самое ужасное, что я мог бы услышать. Велосипед. Нет, переносимый вес 15 тоже ужасен, потому что не подойдет для переноски ядерных реакторов. И с тележкой тоже ерунда получается. Мототележка – это уже первый транспорт, который может работать на бензине. Его переносимый вес – это 150 килограмм. По шоссе она едет на 30 километров, по бездорожью – на 19. Но расход топлива на 100 километров – это 3 литра. Конечно, хороший транспорт. Мотоцикл «Урал» тоже нормальный. Ничего так не хилый вообще. Но все-таки советую его создать лишь для начальных вещей. ЗАЗ-968. Тоже, так сказать, нормальный, но для реакторов она все равно не годится. ВАЗ-2101, или, как мы говорим по-нашему, «Копеечка». Наша легендарная машина – тоже ужасная. ГАЗ-24 тоже, потому что тонн у нас, а реакторы весят 20 тонн. И это ужасная. УАЗ. И вот этот. И теперь, начиная... И начиная теперь с ГАЗ-66, уже начинаются машины, которые используют топливо, которое называется «Дизель». «Дизель», а я хочу вам сказать, что по карте вам нужно поставить лагеры, где есть дизель, полным-полно, потому что вам их с окраины Киева при... Сейчас покажу на карте. Ой. Вот. Если видите Киев, то самого Киева нам придется доставить до самого Мирного. Вы представьте, сколько это. Именно для таких случаев понадобится техника. Техника такие, как КРАЗ-35 тонн, КАМАЗ-26. Ну, Зелту точно не нужен, потому что 15 тонн. Вот эти два транспорта, КАМАЗ и КРАЗ, это самые лучшие, что можно перенести ядерный реактор. Что могу сказать про вертолет Ми-8? Очень хороший транспорт, но за последнее обновление она стала очень непригодной, потому что теперь переносимый вес у него уменьшился из 25 тонн на 7,5 тонн. Расход топлива на 100 километров 30 литров дизеля. И по всем местам у него скорость 120. Для него, конечно, тоже крафт очень большой, но помимо инструментов вам понадобится генератор для электричества, сварочный аппарат и, конечно, инженер Роткин. Его можно найти в Петропавловске. Ну, вы, конечно, знаете, где он находится. Именно вот тут. Ну, сейчас я только начал, у меня только 8 уровень, но я когда-нибудь дойду до престижа. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайк, я только наберу 100 тысяч лайков, хотя или десятку, то обязательно увидите новое видео. Всем пока и до свидания.